ребят всем привет я неоднократно говорил о том что покупать автомобиль с нижнего ценового сегмента ну точно не стоит но есть предположение что в разгар пандемии автомобили все-таки стоят дешевле так ли это давайте разбираться имеем автомобиль mercedes 221 кузов с класс премиум сегмент внимание заявленный пробег 156 тысяч утверждают что он честный и оригинальный машина 13 года и все это при стоимости всего лишь 20 тысяч долларов в этом видео не будет общего вида автомобиля потому как я продавцу обещал что я не покажу где продается этот автомобиль я поставлю картинки общего вида автомобиля с это для того чтобы у вас было понимание о каком именно автомобиле идет речь с первого взгляда автомобиль подготовлен не очень хорошо он даже не отполирован на нем видны многочисленные царапины не блестит лакокрасочное покрытие облезла решетка радиатор и вообще на все болтается все тарахтится дребезжит бампера стоят не на своем месте что передний что задний передний вообще даже если его шатаешь он болтается посмотреть на кончик бампера вот он здесь по всей плоскости здесь нет краски это говорит о том что когда его снимали его уложили на вот этот торец и краска здесь с него отошла а если посмотреть вот здесь вот взор впритык вот здесь он уже чуть-чуть такой висячий если зайти вперед вот здесь он еще больше то есть вот здесь вот взорчик должен быть меньше соответственно даже down руками если погулять то бампер здесь вот руками поднимается взлета перейдем по задней части не помню показывал или нет здесь вот тоже в принципе стоит на месте не знаю что здесь слегка утоплен дальше вот здесь по зазору нормально и вот здесь он выпрыгивает по зазору самой арки дверь втоплена причем ну где-то миллиметра на верно практически на три с половиной по зазорчиком вот здесь не совсем ровно то есть капот сдвинуть сюда смотрим на зазор вот здесь смотрим на зазор вот здесь вот здесь чуть чуть больше и капот чуть лучше просажем также имеем не равномерный зазор вот так же бампер не стоит в зазор то есть он сюда или ловушка бампера сломалась то ли еще что-то сверху по кузову по левой стороне мы имеем действительно родной окрас за исключением левого переднего крыла что в принципе и было заявлено что крыло крашено также было заявлено что имеем локальные подкрасы на самом капоте но никто не сказал о том что капот снимался снимался и снимался правая сторона вот здесь вот жизнь преподносит намного больше сюрпризов правая передняя дверь крашена правая задняя дверь крашена очень и задняя правая арка буквально вылеплена со шпаклевки и сделано все это в комплексе очень некачественно дотяжка дверей с правой стороны нормально не работает нормально это когда первый щелчок есть и дальше она сама засасывается здесь же переднюю правую дверь нужно заталкивать то есть она защелкивается но либо же сильно надо влупить либо же ее затолкнуть задней стороны ребята простите это с класс тут вообще должно быть все только дотронулся и просто должно быть хорошо но к сожалению этого нет то же самое по задней двери сама она не засасывается с первого раза то есть опять таки либо сильно хлопнуть либо же придавить задней стороны здесь на 152 тысячах повинено масло это типа совсем недавно кстати сейчас еще померяем на наличие выхлопные газа в системе то есть если они есть мы точно будем отходить этой машины наверное с этого даже надо и начать сейчас я пойду возьму анализатор запущу двигатель пусть он пока греется ой немножко что-то пошло не так немножко поломалась а ну и первый запуск этого автомобиля что мы имеем 156 тысяч просрочено на 26 дней смысле как она просрочена если в ноябре месяце менялась вот вот здесь ты его просрочено 29 ну ладно то такое дело смотрим но не дымит фильтра знач не выбиты но такое подсокивает эти такие слегка непонятные стуки ладно я за анализатором двигатель не так молдинг на месте у нее не стоит конечно могу его а хрена не защелкивается ладно чтобы не сломать пока так оставлю вот с левой стороны кстати довольчики работает лучше чем с правой тут сразу щелк и он сразу бах и подхватил с правой стороны надо сильнее его куцать стекло лобовое я как человек пол жизни менявший стекла бенсон это самый такой недорогой китай который можно только предложить но здесь хотя бы честно показали что она китайская да но с электро обогревом ну само стекло очень недорогое порог заднего правого пассажира понятно что эта машина была предназначена для перевозки одного человека будь то он директор компании или же холдинга или же просто какой-то чиновник неважно этот автомобиль перевозил одного человека так вот задний правый порог зачерканы до такой степени что уже хрома нет виден металл и при всем при этом сверху это все еще покрыто пленкой вот здесь под пленкой видно краска от сидений вот так видно да сейчас даже чуть увеличу вот это вот точки эта краска от сидений то есть снимаю сиденье вот эта штука пластик сломан с первого взгляда салон очень неплохой но это лишь только с первого взгляда мы по факту имеем весь крашеный салон причем и даже подголовники и сидение и все это отличается по цвету самой кожи вот здесь вот хорошо видно по цвету что вот это вот по свету отличается от вот этого то есть вот эта штука сильно затерта пластик поломанный руль перешит и причем не попали даже в перфорацию кожи не то чтобы не попали сам руль перешит перфорации кожи нет совсем на клаксоне перфорация кожи есть и она очень сильно просто выделяется и по цвету и по тиснению и по качеству кожи подголовник право переднего сидения это вообще шедевр он живет своей жизнью периодичностью приблизительно в полторы минуты он сам поднимается и сам опускается вот сидишь запустил двигатель работает двигатель прошло полтора минуты подголовник сам поднялся еще полторы минуты шух опустился и это при всем при том что память сидений никто не трогает ручки внутри салонные которые над головой висят у переднего права пассажира у заднего права пассажира они стерты настолько сильно что аж практически в мясо бортовой компьютер показал среднее значение по пробегу за всю жизнь автомобиля это четыре километра в день так вот при пробеге четыре километра в день мы имеем заполированную до зеркального блеска перфорированную пластиковую накладку что в принципе априори ну не может такого быть то есть мы имеем главное дометр имеет 156 тысяч километров количество тех обслуживаний 9 средний пробег за день получается 4 километра у этого автомобиля 3345 дней таким образом ну в общем никак что-то цифры никак не сходятся один из самых простых способов проверить пробег это по часам работы например подушек или же например не знаю там можно еще зайти в блоки фары посмотреть так вот при пробеге в 156 тысяч двигатель проработал почти 7700 часов из-за недостатков косяков моточасов пробега в этом автомобиле это 7700 в среднем ну если взять средние цифры значения для понимания 100 тысяч километров это две тысячи ну две тысячи с половиной пусть будет моточасов пробега это я уже беру разрыв такой чтобы было понятно что машина ездит не только в городе но еще и за городом то есть средняя скорость этого автомобиля 30-50 километров в час вот соответственно у нее по моточасам пробегом здесь больше 300 по двигателю работа у него неустойчивая особенно при запуске он быстро то есть холодного старта нормально у него не было но запустился анализатор выхлопных газов в охладительной системе газом не показал то есть пробития прокладок по двигателю нет то есть этот двигатель еще проходит чего-то сколько-то там но нужно ли эта машина хотя у нее бросовая цена состояние салона у нее такое вот куча вот таких вот штук поломанных потом дополнительно нет наверно с этой стороны надо отказать вот типа дополнительная сигнализация которая стоит но не знаю 12 копеек наверно конечно это не от него но будем надеяться что не от него по лэйби здесь была замена масла которая под капотом на 151 тысячи километров в ноябре месяца прошлого года то есть соответственно но еще должно ездить ездить и ездить по показаниям машина прошла с тех пор аж целых четыре тысячи масло у нее черное то есть иначе за 4000 ну не такое черное масло будет на дизеле хотя ладно много сажи плохая солярка пусть масло будет черное но есть другой момент если зайти в мозг этого автомобиля он пишет что следующий сервисный интервал будет только через двести двадцать восемь дней на приборной панели написано что господа двадцать семь дней назад help me срочно меня на исток месяц назад вы должны были это уже сделать это я к тому что разница показаний при правильной подготовке автомобиля если в него вложить немножко больше денег можно покрасить в один цвет сиденья можно подкрасить те какие-то элементы кузова повесить на место бампера но человек который будет смотреть этот автомобиль он будет видеть более приятную картинку общий хороший вид но это совершенно не означает то что автомобиль будет иметь хорошее техническое состояние и при всем при этом за этот хороший эстетический вид все равно платит покупатель я имею большой опыт и вижу когда люди очень часто покупают автомобиль на эмоциях они не обращают внимание на все эти тонкости а именно в тонкостях и деталях всегда кроится истина выбирая автомобиль не покупайте его на эмоциях понижайте немного градусов но с вами был николай тарануха киев компания один авто всем удачи на дорогах всем пока-пока пока 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 пока